После сборных тяжеловато, всегда вроде так игры даются, и эта игра тоже не исключение была, потому что на самом деле команда только в четверг собралась, в пятницу. В четверг у нас одна тренировка была такая более подготовительная к игре, но в плане игры, конечно, сегодня по организации, по самодаче, по дисциплине, вообще просто претензии. Не то, что не претензии, да, спасибо ребятам, выдержали. Команда Полтава тоже непростая команда, не зря находится вверху, сейчас почувствовала тоже вкус игр в Лиге Европы, совершенно другой уровень, так что достойный соперник, но ребята сделали мне подарок на день рождения, так что им благодарность, еще раз от меня. Вообще за пытание, будь ласка, прохание представлятося. Давайте мы по одной игре судить не будем. Молодой парень, да, использовали его скоростные данные, да, больше играли через него, ты вот, он в этот момент сделал, сделал прострел, забили гол, так что, дай бог, чтобы вот этот уровень был, и только вперед прогрессировать и расти. Продолжим, будь ласка. Юлия Леонидова, скажите, будь ласка, сегодня выпустил новачка Ситклея, он еще уже нареште до кондиции, или можно ли выражать своего соперника больше простым, чтобы вы пробовали по-другому футболисту? Ну, он уже выходил у нас на замену, и выходил достаточно хорошо, так что здесь он вышел, и момент имел, мог забить, и в обороне отрабатывал. Вы свою команду считаете, да, получается, что Ситклея, и хороший футболист? Спасибо. И что вы отбудете, как вы оцениваете по-другому футболисту? Я сейчас не буду здесь оценивать, мы оцениваем игру футболистов, да, у себя на базе. Продолжим, будь ласка, сейчас питание, если они есть. И, пожалуйста, по-другому, где украинское радио, скажите, если нет претензий по тому, что вы сказали, на сколько команда удалось играть в атацию? Все-таки, очень мало моментов было створено, единственный момент, и удары по вороту были очень мало. А сколько вы задоволились двое команды самого нападу? Ну, есть у нас проблема здесь в атаке, вот, и никуда она не девается. Вот, где-то нужно было более хладнокровно сыграть, где-то вот тот же момент, если с Колей Морозюком, да, можно было бить, тот же Гармаш мог бить во втором тайме открытая ворота. Еще улучшаем ситуацию, ну, это футболист решает на футбольном поле, так что мы нацеливаем их и на средние удары, и на дальние. Хорошие были контратаки, да, где-то предпоследнего паса не хватало последнего, но это все, как говорится, игровые моменты. Ну, начну с того, что упрекнуть ребят в желании, я не могу, они играли так, как Мали, они отдавались на поле, не все пусть получается. Если первые минут 20 пока прощупывали, скажем так, Динамо пока, может, справлялись с каким-то волнением, хотя волнения никакого не было, то после 20 минуты, я думаю, мы выровняли игру, и Динамо, если имело небольшое территориальное преимущество, то это в середине поля. А так, я супер чего-то не увидел. Во втором тайме мы начали играть более агрессивнее после пропущенного гола. Имели свои два момента, и Кулач, и Коломой, где обязаны забивать. Ну, и пропущенный гол, это тяжело мне комментировать, я его увидел, такие голы пропускать, конечно, нельзя. Я в целом, пусть у нас не все получалось на атаку, но, учитывая по ряду причин, те ребята, которые у нас повыпадали, я думаю, каких-то игровых претензий к отдельным футболистам у меня нету, но хочется, конечно, в таких играх много моментов и не может быть. Один-два момента, где должны решать, но где-то индивидуальное мастерство отдельных футболистов могли бы принести сегодня нам результат, там, ничью хотя бы, но этого не получилось, поэтому проиграли, хотелось больше. Коллеги, ваши запитания, будь ласка. Василий Викторович, оценив, будь ласка, гру новобранца Якубу, и какие перед ним завдания стояли, потому что спершу, задавалось, что Немитовин гал правого захватника, а потом правого півзахватника, а потом в центре нападей, навіть, заявлявся, на протилежном фланде. Это хорошо, видите, какой универсальный у нас. Повторюсь, у нас ряд футболистов, от молодых, перспективных, мы не можем сегодня конкурировать с «Шахтером», с «Динамо», играть на Еврокубках, потому что у нас лавочка, как ни крутите, не такая, как у вышеперечисленных наших оппонентов, но плюс выпало ряд футболистов у нас, ведущих, и хочу сказать, что сегодня Кабахидзе нам бы пригодился, и Кравченко, и Артур, который вписался в модель нашей игры, он бы сегодня тоже очень пригодился и очень бы помог. И можно было строить игру немножко по-другому. Я не думаю, что мы ошиблись в тактике или не хватало нам мастерства исполнительского, отдельных футболистов, но в целом, я думаю, мы план на игру пытались выполнять, где-то что-то у нас получалось. То, что касается молодого человека, Якубу, он, я считаю, сыграл достойно, хорошо, он хорошо работает на тренировках, парень 2000 года, он справился и с волнением, он вчера сыграл за дубль, он сыграл один тайм, я увидел его отношения, видя его на тренировках, видя его в официальной игре за дубль, и мною было принято решение сегодня выпустить его в стартовом составе, где, я думаю, что он не потерялся и в каких-то моментах он был очень полезен командой. Я думаю, это не думаю, а уверен в том, что это перспективный молодой человек, у него есть будущее, он будет расти, прибавлять, и мы на него рассчитываем так, как рассчитываем и на других наших ребят. А те, которые выпали по травмам, мы обеспокоены, потому что у нас сейчас начинается очень непростой цикл. Там, где нам будет нелегко, мы знали об этом перед началом чемпионата, ну, сейчас как раз мы окунаемся в такой вот, в такой цикл, но мы должны с ним справиться. Выбора у нас другого нет. Ну, мне хотелось, вы видите, мы усилили, мы сделали замены, усилив атаку, мы выпустили нападающих, если вы заметили, и кареку, мы выпустили Сергея Жека, игрок атаки. Ну, те навалы, те забросы, скажем, в штрафную «Динамо» ни к чему не провело, хотя я думаю, что «Динамо» сегодня, наверное, было тоже непросто. Они где-то за счет класса, опыта, может, сдерживали какие-то паузы, где-то хитрости какие-то, это у них получилось. Я понимал, что не хотелось там рушить сзади в обороне, в обороне перестраиваться, но на атаку, вы видели, мы хотели изменить, хоть встречи, сделав эти замены, которые мы сделали, и хотелось забить. И все, как бы, хорошо, ну, такие игры, при всем уважении к «Киевской Динамо», а надо не забывать, что это серьезный клуб, серьезная команда, где уровень футболистов, наверное, позволю себе сказать, наверное, выше, чем уровень футболистов в Уорсове. Поэтому могли сегодня зацепиться, но не получилось. В стадионе бачила вас, на котором мы хотели заменить тех, кто травмованный, и не будем делать, как они все-таки прошли. И Гергадзе, они здесь, Гергадзе проехал после сборной, тоже вчера только пролетел, добрался до клуба, вчера провел тренировку с командой и готовится на следующие игры. Васин проходил реабилитацию в Сербии, сейчас приехал, но восстановление идет хорошо, но в ближайшее время он нам не поможет, есть природные физиологи, поэтому ему надо еще восстанавливаться. Есть один футболист, который в нашей команде, что-то мы про него не говорим, он тоже, что-то свой топ, это Кадемян. Кадемян травмированный, у него проблемы со спиной, тоже лечится, никак не вылечится. Пожалуйста, давайте остальное задание, потом закинчу, это сегодня, Евген. Сергей Викторович, по Кулащу вы сегодня его отметили, ну и видно дорожным глазом, что парень очень хорошо выглядит. В команде, но он в аренде. Рассматриваете ли вы вариант выкупа его контракта, думаете вы, отрубляете ли вы его в будущем? Да, хороший вопрос. Вы понимаете, у нас селекционная служба, которая работает, которая предлагает нам, мы выбираем по своим возможностям, предлагали ряд футболистов, хороших футболистов, но они все тоже или киевские, или шахтеровские, то есть в аренду. Но я уверен в том, чтобы они нам помогли, но мы тоже есть, тоже свои возможности для, хочется своих ребят тоже предоставлять им возможность, чтобы они росли и были именно игроками Ворсклы. И этот вопрос обсуждается на уровне президента, и такая стратегия была клубом принята. То, что касается Кулач, Кулач Влад хорошо работает, да, он себя хорошо зарекомендовал, он по стилю игры, по немаловажно, в быту очень хороший парень, который имеет лидерские задатки, который неуступчив, которого и вызвали в сборную, и в сборную его вызвали именно с Ворсклы, это тоже благодаря этому коллективу, и нашей общей работе. Поэтому я только за то, чтобы решить вопрос по выкупу его, но насколько это реально, я сейчас вам не готов ответить, потому что есть руководители, есть контракт с шахтером, и насколько мне известно, у него еще минимум как два года еще контракт с шахтером.